Всем привет! В этом ролике я хочу рассказать, как порадовать жену своими руками. Или же, как сделать кухонный остров, используя всего пару инструментов. Приятного просмотра! Но сперва я бы хотел немного похвалиться. Перенесемся в прошлое. А точнее, в один из прошлых роликов, где я своими руками облицевал тыльную сторону своей мастерской декоративным покрытием от АМК. Площадь стены составила 48 квадратных метров, так что, как мне кажется, мне удалось набить руку на таком объеме. И действительно, перейдя на лицевую сторону, облицовка шла уже куда быстрее, но я упустил вроде бы и небольшие, но очень важные нюансы. Металлические уголки в проемах. Их пришлось замазывать приличным слоем универсальной цементной смеси. Стоит такой мешок около 230 рублей, так что им выравнивать куда выгоднее, чем клеем для покрытия. Ну а в остальном никаких проблем с облицовкой больше не было. Разве что две недели стояла 35-градусная жара, поэтому приходилось работать только до обеда, пока мастерская находилась в тени. Если вам интересно узнать про технологию нанесения данного покрытия, то настоятельно рекомендую посмотреть мой предыдущий ролик, там я все подробно объяснил. Ну а пока клей сохнет, у меня есть время заняться вот этими дверьми. В общем, я думаю, ее стоит немножко подразгрузить, убрать лишние бруски. И эти пустоты заполнить пенопластом и пеной. Мне кажется, этого будет достаточно. В общем-то, как-то так. Так, прошло 4 дня. А это значит, что время снимать пленочку. Раз, два, три. Ну, кайф. Ну, кайф. Но на самом деле, нужно еще сделать пару штрихов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Паша прислал мне фотографию. Это твоя мастерская, правильно я понимаю? Прикольно, кстати, выглядит. Надеюсь, масштабные работы по мастерской в этом году окончены. И на данном этапе меня прям все устраивает. По-моему, получилось неплохо. Пишите в комментариях, как вам результат. Ну а мы возвращаемся в недалекое будущее и начинаем изготовление кухонного острова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел я было использовать ЧП-устанок для раскроя фанеры, но, увы и ах, компьютер сказал, что в такую жару работать он не будет. Точнее, там отвалился жесткий диск. Так что придется воспользоваться обычным фрезером и циркулярной пилой. Работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставлять мне это в ролик или нет? Что же касается макета самого острова. Как бы это сказать? Ну и его нету. Ну, точнее, вот так он выглядит. Но на самом деле он мало что вам даст. Потому как мы делаем его под свой рост, под свои размеры кухни. Так что я думаю, из самого ролика будет понятно вообще принцип, как я его делал. И мне кажется, этого будет вполне достаточно. Материалом для корпуса острова послужила 18-мм фанера. И нет, не потому что она просто была в наличии. Дело в том, что остров должен получиться тяжелый. Поэтому я выжимал максимум. Что же касается деталей корпуса. Ну, по-хорошему, это просто набор прямоугольников. Дно и верхушка – это прямоугольники с закругленными углами. Внутренние стенки – это просто прямоугольники. А внешние стенки каркаса – это прямоугольники с множеством пропилов, чтобы загнуть фанеру на углах. Поначалу я пытался делать пропилы моим аккумуляторным Z-треком. Но, к сожалению, он не такой мощный. И после падения, видимо, там что-то погнулось. В общем, пришлось заменить его на отцовский мустанг в лице Интерскола почти на 2 кВт мощности. Он хоть и тяжелый, но пилил как по маслу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ножки или цоколь острова я сделал также из 18-миллиметровой фанеры. Высота цоколя 60 мм. По сути, технология абсолютно та же. Частые пропилы и сгибы на углах. Единственное, я вклеил небольшие вставки... Будь здоров. Единственное, я вклеил небольшие вставки в местах, где будут забивные гайки и вкручивающиеся ножки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С трех сторон будет приклеена плитка. Поэтому заранее промазываю их бетон-контактом. Если кому интересно, то производитель плитки Керама Мораци. Сохнет он около четырех часов, так что есть время заняться углами. Что же касается углов острова. Изначально я хотел нарезать березовые остатки, но, к сожалению, их не так много. В принципе, получается достаточно симпатично. Я сделал небольшую фасочку, но, тем не менее, его недостаточно. Поэтому решил попробовать нарезать вот такие речки из 15-миллиметровой фанеры. Да, если так их приклеить, то, конечно, будет странно выглядеть. Но у меня есть вот такой аппаратик. И я хочу вот этот торец проклеить дубовой кромкой. Левой и правой стороны, по идее, не так должно быть видно. Так что, главное, наша часть – это вот эта лицевая. Наверное, вы скажете, не то пальто, опять имитация натуральной древесины. Но давайте по-честному, я понятия не имею, как поведет себя натуральная древесина, уже на месте приклеенная. Поэтому, мне кажется, лучше использовать наиболее стабилизированный материал. На весь остров мне понадобилось сделать 48 таких речек. И сделать мне их удалось ровно за то время, пока сох бетон-контакт. То есть я напилил рейки. Обработал две стороны на рейсмусе. Приклеил кромку. И обработал фаску. Блин, что-то звучит, как будто я прям рекламирую этот метод. На самом деле, я понятия не имею, какой метод лучше. Делать ли из фанеры, или из МДФ, или из натурального дерева. Я, честно, понятия не имею. А имеете ли понятия вы? Пишите об этом в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Рейки я приклеивал на обычные жидкие гвозди. И стягивал все ременными струбцинами. С ними нужно быть поосторожнее, потому как они прилично смещают детали. Так что после затяжки нужно будет все поправлять. Ну и, похоже, осталось только столешница. Планировали использовать акриловую столешницу, или она еще искусственный камень называется. Но, к сожалению, под наши размеры там ничего не в остатках нету. Ну и, в принципе, это дороговато получается. В общем, не стали мудрить. Использовали ту же 18-мм фанеру. Закруглил края, закатался 2-х миллиметровой дубовой кромкой, покрыл тремя слоями белой краски и финишным акриловым лаком. Типичный Пашка. Типичный Пашка. Типичный Пашка. Типичный Пашка. каюсь каюсь да я не сделал фасады дело в том что мы тупо их еще не утвердили до сих пор еще не определились из чего и как их сделать так что если есть идеи то обязательно пишите их комментариях ну и в целом напишите в комментариях как вам понравился такой проект или нет ну а на этом все если видео вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике пока